Здравствуйте, вы находитесь на канале Sofo, это Retro47, с вами Николай Пляскин. Сегодня у нас особый повод для встречи, так как на этот раз это не просто мобильный телефон, простая звонюка, это просто чудо какое-то. Перед вами Nokia 26 2 Noia из 2004 года. С этим телефоном у меня очень много воспоминаний, после моторулы простой, с чёрно-белым экраном, это был просто прорывом. Этот телефон, посмотрите какой дизайн, серьёзно, выглядит просто потрясающе, качественно собран, массивный, в луке лежит хорошо. Хоть телефон простая звонилка на платформе CS30, но этот телефон это просто чудо. Корпус сделан из пластика, весь такой вот матовый пластик, однако здесь глянец на передней части, а по бокам шуршавость. А сзади что? А сзади просто необычно так. Сделаю логотип Nokia, вот эта часть, сириконовая. На передней части находится разговорный динамик, экран 1,5 дюймов, CSTN матрица, его разрешение 128 на 128 пикселей. Клавиатура пластиковая, клавиша C является так и стиханием символов, так и назад. Клавиша выбора, клавиша навиграции на 4 позиции, кнопка включения-выключения, алфавитно-цифровая клавиатура. На нижнем торце находится стандартный на тот момент толстый штекер для зарядки, Nokia-вский разъём, 2,5 мм аудиозъём под наушники, точнее под гарнитуры, и микрофон. А на верхнем торце, в принципе, кроме открывания, ничего такого нету. Нажимаем на кнопочку и открываем заднюю крышку. Ну это, конечно, потом сделаем. Смотрим дальше. На верхнем торце пролучено 2 крепления ремешка. На правом также пролучено 3 крепления ремешка, а также динамик громкой связи. Сзади простая крышка из матового пластика, как я уже сказал, вместе с логотипом Nokia SIGECON. Видимо, вот так вот сделай, чтобы не так елозил телефон. Так вот, продумай компания Nokia в 2004 году над своим бюджетным телефоном, качественным. Открываем заднюю крышку. Аккумулятор Nokia B5 с ёмкостью 1020 мАч, а под аккумулятором слот для сим-карты, обычного старого образца, так называемый мини-сим-быш, ничего такого нету. Как видим, у меня телефон золотистого цвета. У нас в семье был серебристый телефон. Вот почему у меня много воспоминаний. Это был вполне веселый телефончик, хоть он бюджетный, простая звонилка. Также выходил чёрный телефон. Сама задняя крышка довольно-таки простая, но интересная. Если обратить внимание, 0.4 это значит 2004 год, то есть изначальная версия. У нас в семье, походу, также была изначальная версия, то есть из первой партии, можно сказать. Как только я тестировал, я узнал, что это тот самый телефон, который у нас был. Вот это да. Кстати, у меня экземпляр почти в идеальном состоянии у меня достался. Есть некоторая затёртость, но в целом сам телефон рабочий, и это радует. В том, что в идеалке понятно почти. Наговорено в лайфтаймере 21 час. Сама прошивка 2004 года, как и сам телефон, но наговорено 21 час. Обалдеть, 21 час. Это вообще что? То есть, до меня почти не пользовались данным телефоном. Напомню, у нас в семье был серебристый телефон, у меня достался в золотистом свете. Хотя он близко к серебристому, то есть почти сходится с тем же самым телефоном. Как будто, получается, возвращается этот телефон домой 12 лет назад. Да-да, в последний раз видел именно 12 лет назад, в 2008 году. И больше я в реальности почти не видел. Но вот, как только я снова увидел этот телефон, мне просто улыбнулась удача. Просто нет слов. Это телефон-легенда. Качественная сборка. 2004 год. Но платформа здесь серия С-30. То бишь, по сравнению с поздними простыми Nokia, у которых сзади динамик 1 на вызов и на разговор динамик, совмещенный с вибромотором. У этой Nokia 26-2, ну я отдельно. И разговорный динамик. И динамик громкой связи. И отдельно вибрация. То есть, довольно качественная звонилка. Я бы с точно таким же телефоном бы и ходил, если бы чёрный список реализовал я бы лучше. Сейчас актуальная тема чёрный список. Вот поэтому. Из-за чего пришлось перейти на самый поздний Samsung. Просто я звонил, у которого чёрный список. Адекватный. То бишь, начинается с, оканчивает цена, содержит. Хоть до 10 номеров можно занести, но... Но... Nokia-то просто чудо. Хоть есть чёрный список витрации номеров, но чёрный список неполно ценен, то есть, всё равно пропускают звонки, но без звука. Ладно. Теперь можно включить данный аппарат. Клавиатура. Вот так вот выглядит. Подсветка клавиатуры равномерная, белого цвета. Блокировка клавиатуры осуществляется. Меню и звёздочка. Отключаем также снять блок. И звёздочка. Есть часы заставка, это на чёрном фоне. Время и дата. А теперь посмотрим на версию прошивки. Звёздочка, решётка, 4, ну я, решётка. Как видим, прошивка 29 ноября 2004 года. Это вообще обалдеть. Nokia 2600. Лайфтаймер 21 час. Это просто обалдеть. Проверим разговорный динамик на максимальной громкости. Это очень важный телефон. Не зря он оказался в нашем обзоре. Он просто достоин внимания. Регулятор громкости въело вправо. Нажмите 1. Платежи и оплату по банковской карте нажмите 2. Для ввода обещанного платежа нажмите 3. Нажимаем на С. И кое-что выбора попадаем в вариант удержания, новый вызов и так далее. Фактически... Для повторного прослушивания информации нажмите решётку. Фактически, этот телефон заменил Nokia 1100. Регендарный аппарат. 200 миллионов экземпляров. А это уже со светным дисплеем и паифония. Клевши выключения. Один раз нажать, попадаем в режимы. Не всем, конечно, нравилось такое, но тем не менее. Это так, у Nokia раньше была такая вот традиция. Нажав на клавишу вверх, попадаем в список последних звонков на бэндах. Итак, заходим в меню. Меню у нас так вот выглядит. Это у нас меню в виде значков. Одиночным. Это в виде список такой вот. Одиночный список. Один значок. Такая вот анимация. При необходимости можно поменять на значки. И тогда меню будет выполнен по 3 иконки, 3 ряда. То есть, всего 9 иконок. Но возвращаемся в список. Вот в таком вот варианте. Одиночный список, одиночные значки. В первую очередь идёт сообщение. Это простенький смс. Нажав на звёздочку, попадаем в ввод символов. Ной является пробел. А решётка, если нажать просто, переключается раскладка. А если нажать и удерживать решётку, попадаем в цифры. Снова нажимаем, удерживаем решётку, попадаем в буквы. Варианты передать. Способ передачи функции ставки. Это улыбочка, номер, символ, шаблон. Мелкий или крупный шрифт. Сразу вот меняется шрифт. Сохранить черновики, убрать текст, инструкции. Выйти из редактора, а также словарь. Это предъявленный набор Т9. Есть принятые, отправленные. Графические сообщения. Всего 10 картинок в памяти. Да, есть списки. Рассылки можно нескольким адресатам посылать. Запрещённые сообщения. Это сообщения попадаются из тех номеров, которые занесли в фильтрацию номеров. Можно сказать, удалить сообщения. Тут прочитанные, принятые, черновики, отправленные. Запрещённые сообщения. Счётчик сообщений. Настройки сообщений. Служба информации. Шаблоны. Также есть улыбочки. Подписи. Включить подпись. Текст подписи. Режим передачи. Это настройка смс-центра. Формат сообщений. Перевод доставки. Переименовать режим передачи. Отчёты о доставке. Ответы через тот же центр. Кодировка из символов. Полный набор. И в сокращённом варианте. И фильтрация номеров. Как видим, тут до 10 номеров можно занести. Именно только полностью номер. Не отдельно. Что-то там такое. Полностью номер. То есть, самое простое. И редактор команд. Это USSD запрос будет. Контакты. Записная книжка довольно простая. Кнопка вызвать только есть. Добавить контакт. Только имя и номер. Никаких. Особых функционалов нет. Ударить по одному. И ударить все. Ударить все. Если ударить все. Перед ударением запрашивается защитный код. А стандартный защитный код у Nokia всегда было. 1, 2, 3, 4, 5. Изменить. Вот так. Назначить мелодию. То есть, отдельно. Передать номер. То есть, скинуть контакт к какому-то человеку по номеру телефона. Скопировать. Сим-карты в память телефона и в память... Из памяти на симку. Скопировать. Вот именно скопировать по одному. Сохранить оригинал. Это копия. Ударить оригинал. Это перемещение. Вот так. Все. Те уже вспоминаю. Было такое дело, да. Настройки. Номер службы голосовой почты. Выбор памяти. Сим-карты и е-тефона. Варианты обзора. Имя и номер. Список имен. И я только имя. Состояние памяти. Можно хранить до 200 контактов. Быстрый набор. По клавишам от 2 до 9. Можно включить. Настроить. Фитрация номеров. И служебные номера. В зависимости от ваших симок. Звонки. Звонки. Непринятые, принятые, набранные. Очистить списки вызовов. Длительность вызовов. И счетчик сообщений. Настройки. Настройки сигналов. Мелодия. Громкость сигнала вызова. Виброзвонок. Сейчас проверим. Тоннельные сигналы. Проверяем мелодию. Видите в чем дело? Сиекон. Для того, чтобы. При вибрации. Не елзил телефон. Не качался. Не двигался. В смысле. Динамик довольно громкий. Что тут сказать. Родной. Настройки дисплея. Всего. 31 тема. Темы здесь различные. Вот, например, тема четвертые варианты. Вот. Есть такой пункт, как обзор. Это, можно сказать, проверка главного меню, типа того, просмотра. Изменить. Изменить. Это фоновый рисунок, фон меню и индикаторы режима. Обычные и индикатор в заголовке. Обычные. Индикатор в заголовке. Вот, как раньше. Реализовала его так. Отображение меню списка Е-значки. Часы заставка. Одиночная. Информация сети. Время подсветки. Обычные. 10 секунд. Увеличенные. 30 секунд. При возможности можно отключить подсветку. И тогда можно пользоваться телефоном без подсветки, как видите. Да и яркость. На самом деле, контрастность, поскольку это сиясть и анматрица, это на самом деле контраст. Яркость не регулируется, а вот контраст, пожалуйста, в виде яркости, типа того. И заставки. Задержка от 5 секунд до 10 минут. Заставки. Плейграунд. Вот. Шарики такие. Дайя Дрим Найт. На черном фоне. Дуин Дэй. На белом фоне. Как это вообще возможно? Вот. Так же вот вспоминаю эти заставки. После того, как появились уже поздние модные, например, Nokia 162, но я заставки стали другими. Класс вообще. О, какое отличие. Режимы. Обычный, без звука, тихо, громко, мустей. Вот обычный, да? Настроить можно отдельно. Временный. Отключить во сколько? Задаем время. Потом, после чего, применяется сам профиль. До. Выстановлен вами время. Отключить в. То есть, включаем режим на время. Настройки часов. Часы. Дата. Коррекция даты времени. Настройки вызовов. Передасация. Повторный набор. Услуга ожидающего вызова, в зависимости от оператора. Передача своего номера тоже зависит от оператора. А так же, тоже. Фильтрация номеров. Настройки телефона. Язык. В данном случае у нас английский, русский и украинский. В некоторых странах были другие лингтоны, другие языки и немного другое цветовое решение, кстати говоря. О, как интересно. Посмотреть на просторах. Настройки блокировки клавиатуры. Автоблокировка. Код блокировки. Защитный код. 1, 2, 3, 4, 5. По умолчанию всегда. Соответственно, если включить код блокировки клавиатуры, то после блокировки клавиатуры, вот, меню звездочка. Внимание. Блокируется не просто так. Нажмите «Снять блок», затем введите код. Так вот, нажимаем «Снять блок», запрашивается защитный код. Нажимаем «Ок». Нажимаем «Ок». Блокировка клавиатуры отключена по коду. Интересно продумано было такое на Nokia. Телефон, кстати, венгерской сборке. Выбор сотовой сети автоматом или вручную. Мелодия запуска. Мелодия запуска. Приветствия. Можно написать текст и отобразиться после включения телефона. Подтверждать запросы SIM. Настройки стоимости. Таймер вызова. Длительность вызова по окончании. Стоимость вызовов. Было такое. Когда-то можно было настроить. Сейчас нет необходимости. Разрешённые номера по PIN2 коду. Можно звонить только по разрешённым номерам, если включить. И оплаченный кредит. Тоже было такое. Сейчас нет необходимости настроить. Оплаченный кредит. Стоимость. Настройки защиты. Пин-код. Сим-карты. Запрет вызовов. В зависимости от оператора. Сокрытая группа абонентов. Стандартно. Включить-выключить. Уровень защиты. По защитному коду можно защитить и Е-память, и Е-тефон. Тефон. Это после включения телефона запрашивается защитный код. А память. Это когда, например, попасть в контакты и в памятки. Насколько я помню, запрашивается защитный код. Изменить коды доступа. Защитный код. Пин. Пин-2. И пароль запрета вызовов. Функции. Клавиши. Вправо. Выбрать функции. Без звука. Будильник. То есть, те функции, которыми больше всего пользуетесь. И восстановить стандарты настройки. Далее. Будильник. Простой будильник. Ни о каких говорящих часов. Речи даже нету. Время сигнала выставляем и готово. Мелодия. Также можно поставить повтор сигнала. Один сигнал и её повторяющий сигнал. По дням. Понедельник в тоненьях всегда. Четвёрт, пятница, суббота, воскресенье. Можно выбрать дни. А клавиши в право это вот. Вызывается меню «Актив». Да, да. Именно вот эта кнопка раньше вызывалась. Далее о памятке. Это просто напоминалка. Можно даже посмотреть календарь. Вот даже нидеря отображается. Добавить новую. Напомнить о. Пишем текст. Потом нажимаем «Ок». Включить сигнал как напоминание. Отключить сигнал как заметка. Отключить сигнал. Это выставляем дату и время. Всё. И памятка готова. Также есть отдельный сигнал. Время у нас 13.42. Попробуем выставить да проверить. Как он будет звучать на самом деле. Есть на ютюбе отдельное видео. Nokia 262.0 Я Рингтоны. Показывал сигнал отдельное. Только разве что будет денег. А памятки. Походу забыл показать. Но. В обзоре. Наверняка покажу как. Вообще имеет дело с этим сигналом. Памяток. Что ж. Подождём. Вот видите какой красавчик. Качество на высоте. Вот как раньше делали телефоны. Сейчас. Просто однообразные смартфоны. Вот. Как я уже говорил. Отклоняем нажав на С. Вибрации. Теперь игры. Боунс. Начапак. В виде тетриса. И футбол. В настройках. Звук в играх. И вибрации. Ну что ж. Давайте поиграем. Вспомним. Былые времена. Поехали. 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 Не че так. Звук довольно громкий, как я уже говорил. Вот, в виде ТЭТ-СА. А также футбол. Мини-матч и школа мастеров. Школа мастеров это как бы обучение, да? Пас. Тут давай на все просто. Передвигаемся цифрами. Удерживаем. Как раз вот. В футболу, честно, никогда не играл. Только, видать, процесс, видео и интерфейс. Больше всего я играл в Боунс и в ТЭТ-С, в своеобразный Миногевский, начерпает, который пас. А что с мини-матчем? Мини-матч посложнее. С играми все, дополнительные функции. Это у нас калькулятор 2 плюс 2. Решетка, соответственно, точка. Звездочка. Выбираем выражение. Вот, равно, сложить, вычесть, умножить, разделить, изменить знак, вместо и в инваюте, обменный курс. Конвертер, последний 5. Температура, вес, длина, площадь, объем и свои конверторы. До 5 штук. Учет. Ежедневный учет и ежемесячный учет. Можно составить стоимость продукта, транспорт, развещение, другое всего. Можно схему даже менять. Добавить строку, удалить все, сохранить. Все это подправить. Показать информацию. И также ежемесячный учет. Вот, с этого телефона, Nokia 26200, как раз пошла эта функция. На остальных телефонов, на платформе Series 3, не все, конечно. Вот, именно функция учет. Которая, впоследствии, в 2012 году, на поздних Nokia, переименовала в расход. Хотя, это на самом деле, тот самый учет. Именно, учет. В 2004 году, это основано. Календарь. В этом случае, только просто просмотр. Календарь. Таймер. Можно выставить. Часы, минуты и заметка таймера. Все. Секундомер, естественно. Синтезатор мелодии. Было такое. До пяти штук можно хранить свои мелодии, сочиненные. И, как в те времена, люди брали книжки с мелодиями. Для таких телефонов, как Nokia, Ericsson, тому подобные вещи. И, по книжкам, ввели мелодию какую-нибудь, например, типа, Бумера и что там такого. Ввод нотов от 1 до 7 в некоторых нотах есть дополнительный. Нажав и удерживав, добавляется точка, соответственно, мелодия тона звучит подлиннее. Но и пробел. Звездочка. Во, как громко. 8, соответственно, меняем скорость одной ноты. 9, соответственно, замедляем. 8, ускоряем. Варианты воспроизвести, сохранить, темп, передать, очистить и выйти. Темп – это скорость прыгывания сочиненной мелодией. От 40 до 225 ударов в минуту. И на этом дополнительные функции просто заканчиваются. И вот услуги сим-карты в зависимости от вашей сим-карты. Ну что ж, настало время теперь выключать данный аппарат. Какой итог? Нокия 26, два ну я. Это качественная звонилка. С тремя веселыми играми. Интересным дизайном. И зачем вам это всё это рассказываю? На ютюбе у меня на канале в последнее время проценты просмотров просто упали. Я, конечно, серьёзно расстроился. Думаю, устроил я бы дежавю, чтобы много просмотров бы набралось. Но как только узнал, что в ютюбе на самом деле всё не так просто, как казалось. После чего мне стало теперь неинтересно снимать всякие различные обзоры. Это раньше было лучше, времена, по крайней мере, до середины 2015 года. Походу я чувствовал что-то не так. Из-за чего в декабре 2015 года тогда закрывал канал под названием Базар ТВ. То есть перестал вообще после этого выкладывать различные видео. Кстати, помимо Ноки я купил ещё Samsung. SGH-P-130. Это простая звонилка, но в чём интересность данной звонилки? Есть в App-интернет. Можно закачать мелодии. Но в нём ММСа нет и USB нет. А так интересный мобильник. Хотел бы, конечно, сделать обзор, но... Теперь плана снять обзор на этот телефон, к сожалению, отпадает. Может, когда-нибудь сниму на английском языке без особого комментирования. Зачем? Тянуть резину. Просто показать. Также полностью функционал на английском языке из чего себе представляет. Удорным будет и иностранным зритием. Однако в последнее время, что-то я стал замечать даже с 2019 года. Какие-то очень странные ребята стали появляться, которые спорят друг друга. Даже в англоязычной структуре появились какие-то странные ребята, странные коллекционеры, которые тоже спорят друг друга, обсираются. Извиняюсь. В общем, как это ни странно, сейчас мы живём в не лучшее время, то есть в неёгкое время. И думал-думал, какой же снять обзор, но попозже. Вот Samsung у меня вот есть, да? Помимо Nokia. Но снимать, не снимать, честно говоря, неинтересно стало снимать обзоры. Может, когда-нибудь доберусь, как я уже говорил, на английском. Но... Nokia 26 2.0 Вот стоило снять обзор, потому что в нашей семье... Это самый первый телефон, вот в нашей семье, со светным дисплеем. Вот, реально был прорывом. Очень много воспоминаний у меня. Вот из-за чего пришлось, чтобы скучно не было снять обзор на вот этот вот легендарный аппарат. Как это ни странно, но он качественный, реально качественный аппарат. А вот на остальные чё-то прям не хочется. Кроме как остаточного принципа. Это снять на YouTube отдельно рингтоны. Может, так же опять, как раньше, заинтересуют. Но чё-то мне кажется, что... Раньше было намного лучше. Раньше было не так заметно. Просмотры были разве что побольше. Не было таких проблем. Сейчас стал замечать. Не очень просмотры-то и набираются. И это, конечно, расстраивает. Хотя на канале почти 9 тысяч подписчиков. Как это ни странно. 9 тысяч подписчиков на YouTube канала Софа. Но... Всё не так просто, как оказалось. Так и накрутка. Так и непонятно, что вообще. А теперь... Узнал, что с YouTube не просто так теперь. И с монетизацией теперь сложнее и сложнее. Из-за чего становится просто невыгодно. А так уж и неинтересно даже после этого снимать различные видосы. Раз уж народ такой пошёл. Сейчас другой народ. Как я стал уже, в принципе, замечать. Здравомыслящие люди ещё пользуются кнопочными аппаратами. Взамен смартфонов. Просто, чтобы звонить, отправлять сообщения, больше ничего не нужно, пока 2G ещё рядом. Но... Это как так вообще, а? Что за народ такой пошёл? Просто прям на яйцо деградация. Ну... Спасибо всем тем, кто смотрел наш обзор на Nokia 26.2 Нуя. Было весело, кстати говоря. Что ж... На этом всё. Всего хорошего. Спасибо за внимание.